В Госдуму внесен законопроект, согласно которому турфирмы будут обязаны возвращать клиентам полную стоимость туров в случае возникновения в стране пребывания форс-мажорных обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью, в том числе терактов, землетрясений. Об этом сообщает российская газета. В российском законодательстве сегодня нет нормы, предусматривающей возврат денег за путевки в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств непреодолимой силы. К ним относятся землетрясения, наводнения, засуха, война, теракт. Депутаты предлагают приписать, что турист имеет право требовать у туроператора или страховщика возместить затраты либо до несостоявшейся поездки, либо после начала испорченного путешествия. Информацию о возникновении форс-мажора в том или ином государстве будет публиковать Ростуризм в государственных СМИ. Сообщение послужит основанием для возврата гражданам денег в полном объеме, отмечает издание. В случае принятия новый закон может вступить в силу с 1 июня 2016 года. Федеральное агентство по туризму настоятельно рекомендует туроператорам, работающим на танзанийском направлении, информировать российских туристов о возможных опасных последствиях приобретения и попыток вывоза из Танзании, различного рода сувениров и предметов животного происхождения, а также изделий из ценных пород дерева. Исключение может делаться в случае покупки их в надежных магазинах, способных снабдить товар официальной лицензией на вывоз, уточняют в ведомстве. По сообщению МИД России участили случаи ареста иностранных туристов, в том числе россиян, при обнаружении в их багаже сувенирных изделий без соответствующей лицензии. МИД Российской Федерации и Ростуризм напомнили о рекомендациях выезжающим в Индонезию россиянам соблюдать повышенную бдительность, воздержаться от посещения мест массового скопления людей и без крайней необходимости не покидать охраняемые курортные зоны. При возникновении нештатных ситуаций рекомендуется обращаться в посольство России в Индонезии. Напомним, что 14 января в Джакарте произошли несколько террористических актов, осуществленных террористами-смертниками и вооруженными боевиками в центре индонезийской столицы и ряде других регионов. По предварительным данным погибли 7 человек. Россиян среди пострадавших нет. Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines с 15 января возобновила авиасообщение с Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика. Напомним, что 14 января Pegasus Airlines и Anur Airways приостановили полеты в Россию из-за того, что не смогли получить визы для своих экипажей. Разрешению этого вопроса поспособствовали МИД Турции, МИД Российской Федерации и посольство России в Анкаре. Pegasus Airlines осуществляет прямые рейсы из Стамбула в Москву и Краснодар. Напомним, что с 1 января 2016 года Россия приостановила безвизовый режим для граждан Турции. Продолжение следует...